Привет, просветители! Сложно придумать более странную неловкую ситуацию, чем окончание воспитательной беседы в кабинете директора. Но, я знаю, вы можете, даже не сомневаюсь. Тот самый момент, когда администрация вот так грозно пальчиком сделала, до сих пор холодок по спине. И Глюка Андреевна контрольными потрясла, во всех смыслах. И Шизоид Парфентич в красках последнего пьющий эпизод на уроках истории рассказал. Звенящая пошлость. И мама нашего Жорика заявила, что обязательно примет меры. В этот момент главное не засмеяться. Но вообще-то дома он так себя не ведет, поэтому она очень удивлена. То есть это не мы с вами на этом же месте два месяца назад беседовали. Окей, просто уточняю. А вот уже и сам Жорик пообещал, что обязательно исправится. И вот с завтрашнего дня... А, завтра суббота. Вот с понедельника обязательно новая жизнь, чистая страница, следующая глава. У меня закончились метафоры. И вот дальше повисает та самая неудобная пауза. Когда все все вроде бы сказали в десятый раз. Пришли к какому-то выводу. Ключевое слово к какому-то. Пишется, кстати, через дефис. Просто напоминаю. Но каждый участник сего действа отлично понимает, что ничегошеньки не изменится. Потому что проблемы, которые привели к этому моменту, гораздо глубже, чем обычная... Я тетрадку дома забыл. Особенно если речь идет о девиантном поведении или тотальном провале на таких предметах, как русский или математика. Ты можешь действительно хотеть исправить свои оценки. Прям очень-очень. Но если ты не можешь отличить глагол от прилагательного, шанс того, что завтра ты внезапно поймешь, что такое причастие, опасно приближается к нулю. Если полностью упущена база, если никаких знаний нет, то как бы наш Жорик слезно не обещал исправиться, это у него вряд ли получится. Бедный Жорик. И вот именно в такой ситуации на прошлой неделе оказался наш любимый министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов. Он выступал в Госдуме со своим привычным набором тезисов. По крайней мере, наверное, так планировалось. Но вы их все знаете. Суверенная система образования, все хотят стать учителями. Тут главное не засмеяться. Новые учебники, труд вернулся, воспитание появилось. Лучше всего весь этот набор характеризуют вот эти строчки. Сергей Сергеевич, как дела с образованием? У вас вопросов нет вопросов, у вас вопросов нет проблем. Я на стримах неоднократно смотрел интервью Кравцова. Кстати, его нынешнее выступление в Думе тоже. Запись стрима есть на Бусти и Патреоне. А ссылка в описании. И президент он это все рассказывал. Из статьи выходили. Сказки дядюшки Кравцова мой любимый литературный жанр последние года три минимум. Все всегда кивали, удивлялись. Все действительно так хорошо. И оставляли Кравцова в покое. Но в этот раз, похоже, что-то поменялось. На прошлой неделе министр устроили настоящую публичную порку. Двоечник в кабинете директора. Это вот именно тот образ, который мгновенно появляется в голове. Мне в какой-то момент Кравцова даже жалко стало. Вы просто посмотрите в эти глаза. Вначале ничего не предвещало беды. Выступает председатель комитета Госдумы Казакова. И сегодня школа это не место оказания услуг, а организация по обучению и гармоничному развитию детей. А что, простите, изменилось? Из закона слово услугу убрали? В школах как не было достаточно учителей, так и нет. И да, спойлеры. Это уже не мои слова. Это слова Володина. Денег на образование как не выделяли, так и не выделяют в достаточном объеме. Ну а песню? Зато вот сейчас воспитанием начали заниматься. Мы уже неоднократно на этом канале обсуждали. Я уже реально готов просто отхлестать своей папкой классного руководителя, каждого, кто несет эту ересь про... Еще пять лет назад воспитательной работы в школе не было. Просто... Комитет единогласно поддержал кандидатуру Сергея Сергеевича Кравцова на должность министра просвещения Российской Федерации и рекомендует Государственной Думе утвердить данную кандидатуру. Прошу поддержать. Кто-то сомневался, что комитет единогласно поддержит человека, который с трудом представляет, что и как изучают в школе. Да, Сергей Сергеевич, я никогда не забуду, как вы историю хотели добавить в начальную школу, а потом узнали, что она там есть. Упсик! И на каждом углу голосит, что один учитель может выстроить индивидуальную траекторию успеха для каждого ученика. Нет, не в рамках класса. Не-не-не-не-не. В рамках целой школы. Один педагог, все дети образовательной организации. А как? Спросите вы у Сергея Сергеевича. А эти учителя практику в артеке проходили. Ответит вам министр. В общем, я не удивлен, что Кравцова единогласно поддержали. Кто еще такое сказанет? При вашей поддержке уже много сделано. Это возвращение в школу урока труда. Начинает Кравцов с козырей. Уроки труда. Вы просто вдумайтесь. Министр должен отчитаться о своей деятельности. И первое, о чем он говорит, мы уроки труда вернули. И да, у меня есть отдельный ролик на эту тему. Все великое возвращение трудов заключается в том, что министерство просто схватило программу по технологии и поменял название на труд. Усё. А, ну еще беспилотники добавили. И сейчас Кравцов выставляет это как главное достижение. Ну, как минимум, одно из главных. И даже понятно почему. Кто советский уроки труда требовал? Володин, вот получите, распишитесь. Никто же не будет, кроме меня, сравнивать программы. Да, в школе дикий дефицит педагогов. Но зато есть труд. Опять. Вот вы своих детей в первую очередь зачем в школу отправляете? Конечно же, чтобы они на уроки труда ходили. Это же самое важное. На что я хотел бы еще обратить внимание, помните, начиная с 90-х годов в школе активно работали так называемые эксперты Мирбанка, Британского совета, ориентация на западные идеологические ценности. Ничего хорошего, конечно, это не приводит. Сегодня система, благодаря и принятым законам, выстроена таким образом, чтобы работать с учетом существующих вызовов только в интересах нашей страны, наших школьников, наших граждан. Здорово. Не, реально круто. Только вот как это поможет Сереже, у которого физику ведет физрук? И да, опять же, это не мои слова. Это не я такой хейтер. Об этом теперь в Госдуме говорят. В открытую. Но зато лозунги какие. У нас теперь только интересы нашей страны в школах. Раньше было, помните, по 50 учебников на каждый предмет. Сегодня введено решение, как в советское время, Геннадий Андреевич, единый учебник. Вот у нас история, где уже есть и воссоединение с новыми регионами, и о причинах специальной военной операции. И наша задача, чтобы по каждому предмету были такие государственные учебники, качественные, хорошие. Два года мы уже говорим про эти самые единые учебники. А вот и ныне там. Второй момент. А эти учебники? Не те же безграмотные люди будут писать, что разговоры о важном составляют? Это, конечно, бумаги очень круто. Один учебник, никаких противоречий, единая программа. Да, только если эта книга нормально написана. А если там опять страны правильно на карте расположить не смогут, то все будут вынуждены по этому добру заниматься. Альтернативы-то нет. Учебник один. И да, напоминаю, и нет, я не устану повторять, потому что это натуральное позорище. В Министерстве просвещения не могут Казахстан от Узбекистана отличить. И вообще не представляют, где расположены Чехии, Армении и так далее. Они в этой своей географической безграмотности расписались и показали всей стране. Поэтому у меня ожидания от учебников самые позитивные. Контента будет много. Воспитание. Один из ключевых вопросов, благодаря президенту, в закон в 20-м году вернулось воспитание в школы. И сегодня у нас задача вовлечения максимальных родителей в воспитательный процесс. Я даже начинать не хочу. Правда, это слушать уже просто невозможно. Понимаете, ну не было воспитательной работы. Не было. А вот сейчас появилась. Вот моя мама в 90-е буквально ночевала в школе, но воспитанием не занималась, потому что указа президента не было. Ну так, исключительно уроки давала. Вот это вот, знаете, образовательная услуга. Какое же там воспитание. Просто для себя сидела до ночи с детьми. И мероприятия всевозможные каждую неделю проводила. Но, естественно, никакой воспитательной цели она не преследовала. Что вы? Воспитание в школе в 90-е и 2000-е? Да бред какой-то. Вот если бы министр действительно работал в школе, классным руководителем, например, знаю, требую слишком многого, он бы знал, что заместитель директора по воспитательной работе существовал. Как и план воспитательной работы школы и каждого класса. Вот такая магия вне Хогвартса. Воспитательной работы до указа президента не было, А план воспитательной работы был важная заметка. Школы, в которых все это добро проводилось чисто для галочки, безусловно, существовали. Только там и сейчас то же самое. Работают-то те же самые учителя. Ну, если еще не уволились. А я вот все жду, когда заявят, что само понятие «классный час» появилось вот буквально в этом году. И только благодаря указу президента и деятельности Министерства просвещения. Очень важнейшее направление это международная деятельность. Я благодарю депутатов. Очень важнейшее направление. В отличие от тех не очень важнейших. Да, я придираюсь. У меня есть папка классного руководителя. А у Кравцова нет. Так что могу себе позволить. Ключевое тоже задача. Ключевое задача. Все, все, больше не буду. Очень важнейшее направление это международная деятельность. Я благодарю депутатов. Ключевое тоже задача. Мы открываем и центры открытого образования, направляем наших учителей. Открываются школы. Эту работу нужно усиливать. В российских школах учителей не хватает, но мы их отправляем. Не, ну так-то логично. Престиж профессии учителя. Ой, господи. Да, определенные серьезные проблемы у нас были. Они остаются. Но сегодня уже педагогическое направление второе по популярности среди педагогов. Здесь любимая тема Кравцова. Все рвутся в педагоге. Можно без конца смотреть на три вещи. Огонь, воду и как Сергей Сергеевич рассказывает о престиже профессии. Кстати, друзья, если хотите больше новостей российского образования, подписывайтесь на мой телеграм. К примеру, на прошлой неделе мы обсуждали очередной новый предмет. На этот раз депутаты предложили вести уроки целомудрия. Мой вопрос о комплектации школ учителями-предметниками. Сегодня действительно актуальным является вопрос о комплектации школ данными учителями. Молодые учителя неохотно идут работать в школы. 20% субъектов признают наличие данной проблемы. Вообще, вы говорите часто о том, что сегодня запредельный спрос на педобразование. Это так. Студенты приходят, учатся, получают дипломы, а затем через год-два уходят. И это действительно сегодня факт. Да ладно! Я что, уже несколько лет на этом канале правду озвучиваю? Уважаемый Борис Александрович, спасибо. Я уже сказал, это один из ключевых наших приоритетов. Об этом вы, Человек, постоянно говорили. Действительно, мы эту проблему видим. В смысле видим? Вы же еще пару месяцев назад называли ее исключительно точечной. Ведь если заставить педагогов работать, к примеру, на 2,5 ставки, то и особого дефицита учителей не будет. Первое, это синхронизируем с нашими выпускниками педагогических вузов, классических университетов. Вот с Валерием Николаевичем подробно тоже в координации здесь работаем, активно подробно обсудили этот вопрос там, в классических университетах, где есть педагогическое направление, педагогический институт. Отличный ответ. Из школы бегут люди с педагогическим образованием. Хм, что же делать? Давайте поговорим и привлечем, наверное, людей из непедагогических вузов. А эти молодые специалисты что, не убегут? Им есть не надо, нагрузка на них как-то по-другому влияет. Второе, принято решение мной о создании в министерстве отдельного профильного структурного подразделения по прогнозу кадровой потребности. Целое подразделение создадут. Опять будут сидеть чиновники и рассуждать, что бы еще такое провернуть. Вот слово «услуга» убрали, а молодые учителя в школе все равно не задерживаются. Может быть, еще один разговор о важном провести, что учитель — это очень престижно. Выделите денег, пожалуйста, на наш комитет. Нет-нет, мы на зарплату учителей тратить не будем. Честно-честно. Третье. Мы в ближайшее время организуем единый портал для педагогов с актуальной информацией о вакансиях и предложениях по трудоустройству. То есть, уважаемые коллеги, в режиме реального времени по каждой школе, по каждому колледжу мы будем видеть, какие педагоги преподают, их квалификацию, какие потребности нужны. Вот это очень важно, потому что разные звучат цифры, и Росстат одни цифры дает, аналитики дают другие цифры. Здесь мы в режиме реального времени такую работу организуем на информационной платформе. Окей. Мы видим, что в школе деревни Нижней Дуболомы не хватает физика, химика и математика. Отлично. На самом деле нет. Где вы учителей-то возьмете? А я вам скажу, где. Внимание, дальше оценочное суждение. Предположение. Видите, Кравцову не нравится, что разная информация о дефиците учителей. Он-то у нас постоянно рапортует, что все прекрасно, а тут кто-то смеет свои цифры называть и всю малину портить. А теперь, когда появится единый портал, можно будет давить на школу, чтобы администрация кровь из носу заявляла, что вакансий нет. Напихайте Глюке Андреевне хоть 10 классов по намку. Главное, чтобы по бумажке все предметы были закрыты. А как будет работать Глюка Андреевна в условиях подобной нагрузки, это уже никого не интересует. Мы решили, что тоже с Валерием Николаевичем обсудили, создаем педагогические округа для более тесного взаимодействия с классическими университетами. И наши педагогические университеты будут методически работать с классическими университетами. Круто! Я получаю копейки. Ответственность сумасшедшая. Нагрузка дикая. Зато теперь у нас есть педагогический округ. Заживем! Предлагаю еще организовать педагогические квадраты. Ну или овалы на худой конец. Также мы будем развивать педагогическое образование, об этом я сказал, и профессиональную ориентацию. У нас уже открыто более 5000 профильных психолого-педагогических классов для того, чтобы ребята максимально выбирали профессию учителя. А получать эти ребята все равно будут копейки. Смотрите, ну просто все сделали, чтобы дефицит ликвидировать. И совет создадим. И округ появится. И педагогические классы откроем. Только зарплаты никто повышать не будет. Цифровизация школ. Процесс, который отдаляет родителя от учителя, учителя от ученика. Вот какая позиция здесь? Кандидата на должность министра просвещения. Пожалуйста. Что? Однозначно. Поддерживаете? Да. Вот, Сергей Сергеевич. Однозначно. Пожалуйста, свою точку зрения выскажите. Что однозначно? Неоднократно. Давайте спорить, если вы против. Тогда это будет хороший разговор. И потом он ляжет в основу принимаемых решений. Если вы поддерживаете, кто мешает, назовите фамилии. Однозначно. Что однозначно? Просто однозначно. Портрет министра просвещения в одном слове. Первое, о чем хочу сказать. Мы никогда неоднократно об этом говорили. Не откажемся от традиционной системы обучения. Никогда. Взаимодействие ребенка, школьника с учителем. Это ключевая составляющая не только процессы обучения, но и прежде всего воспитания. Никакие информационные технологии, искусственный интеллект при всем уважении не заменят. Да, но при этом загоним всех в сферу. А еще лучше запретим телефоны. Но зато заставим учителей и учеников в обязательном порядке писать друг другу сообщения на специальной платформе. А если вы и пользоваться не будете, то минус в школе. Да не важно, что вы напишите. Главное просто сообщение отправлять. Потом, когда мы говорим о проблемах, все больше и больше вакансий в школах. А вот этот подход, что у нас все хорошо, и учитель физкультуры, после того, когда ему поставят штампик частной организации по повышению квалификации, получает право вести математику и физику, стал распространенным. Это на что влияет? На качество образования. Это ключевой вопрос. У нас хорошо то, что в школах пенсионеры остаются работать, учителя. А если они завтра уйдут, что будет? Об этом речь идет. Поэтому по бумагам все хорошо, потому что ведут по два, по три предмета. А на деле качество снижается. Вот реальная обстановка. Поэтому нам лучше, чтобы мы, глядя друг в друга в глаза, обсуждали реальную картину, а недобрям занимались. Никогда бы не подумал, что мы с Володиным будем одни и те же мысли озвучивать. За 2023 год целевые квоты приема на педагогические специальности выполнены на 33,5%. Кто отвечает за это? Почему? С одной стороны у нас есть дефицит, а с другой стороны есть возможность направить ребятишек учиться. Вот и не выбираем. Это тоже вопрос вам. А давайте подумаем, почему абитуриенты готовы идти в педагогические вузы? Кравцов все же тут не обманывает. Пет реально популярен. А вот на целевое желающих мало. Да потому что уже 11-классник знает, что в педагогический вуз он идет исключительно за корочкой. Ни в какую школу он ни за какие ковришки не пойдет. И можно, конечно, долго спускать всех собак на товарища с грустными глазами, но это у нас Кравцов, что ли, деньги на образование выделяет? Он формирует бюджет? Уважаемые аплодирующие депутаты. А это разве не вы несколько раз голосовали против закона проектов, предусматривающих повышение зарплат педагогов? Нет? Странно. А я думал, единая Россия. Вот лично министр сидит и не хочет учителям зарплаты повышать. Да Кравцов, мистер, однозначно все делает, что вы ему приказываете. Нужны уроки труда? Сделаем. Говорите о патриотизме. Выполнено. Ведите военную подготовку. Уже. Но он всего лишь говорящая лозунгами голова. Это вы должны принять соответствующие законопроекты. И бюджет не Кравцов составляет. Поэтому давайте все-таки посерьезнее к этому отнесемся. Цифровизация бездумная. Ответ. И решение проблем дефицит кадров. Сколько времени надо? Год? Два? Три? Возьмите, назовите. А мы будем помогать вам решать эту задачу. Через законодательное обеспечение ваших предложений. А вы финансы-то выделите? Или вы продолжаете надеяться, что Кравцов молодежь школы своими разговорами о престиже привлечет? Дальше поговорили про телефоны в школе. Опять едкие ремарки в сторону. Кравцова отпустили. Но он-то явно не ответит. И что в итоге? Конечно же утвердили его кандидатуру. Вернулись к двоечнику в кабинете директора. Повозмущались, построжились и все. А куда вы Жорика денете? Он с вами до девятого класса. Наверное точно так же и с Кравцовым. Не менять же коней на переправе. Кравцов просто идеальный министр. Очень сложно найти того, кому он нравится. Просто почитайте комментарии под любым его выступлением. Родители учителя ничего хорошего о нем не говорят. Великолепная кандидатура, чтобы в нужный момент всю вину спихнуть. У нас же не депутаты каждую неделю образовательными идеями фонтанируют. Нет. Лично Сережа Кравцов все придумывает. А у нас дума действительно готова к министру, который заявит на фразу Володина «Нужно, чтобы в школе учили готовить борщи». Не скажет «Да, конечно, мы новый урок введем». А заявит «Ну, вообще-то у нас готовка и так есть в программе. Просто далеко не каждая школа обладает технической базой, чтобы эту самую готовку проводить». Нет. Никто этого слышать не хочет. И у меня реально возникает вопрос. А вот сколько бы проработал, продержался на своем месте министр, который бы вот на все вот эти замечания и предложения открыто заявил, что пока учителям не повысят зарплату до нормального уровня и не понизят нагрузку, ни один нормальный человек, ну, кроме тех самых людей с горящим сердцем и вот этим волшебным призванием в школу не пойдет. А как я много-много раз говорил в своих роликах, нам не хватит для огромной страны тех самых людей с горящим сердцем и призванием. Нам в школе нужны хорошие специалисты, люди, которые в том числе себя уважают и хотят нормально выполнять свою работу за адекватную зарплату. Но пока эту зарплату можно получить только в Москве, никаких изменений не будет. Хотели получить мистера, одобрямся однозначно. Вот вы его и получили. Зато труд вернули. Друзья, если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм. Там интересные все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty или Patreon. Там все ролики выходят раньше, без рекламы и доступен эксклюзивный контент. Например, последний стрим с моей реакцией на выступление Кравцова в Госдуме. Много чего в этот ролик не вошло. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этих платформах. Огромное им спасибо. Ну а отдельная гигантская благодарность отправляется министру просвещения моей странички Boosty. Большое спасибо за поддержку. Я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.